Всех приветствую на моем канале. Сегодня небольшой обзор моих растений, какая-то их часть, на что хватает времени сейчас. Вы видите мои две плюмерии. Не знаю, насколько мне хватит их держать у себя дома, потому что они занимают очень много места. Плюс ко всему их атакует постоянно клещ. Обрабатывала вместе с орхидеями, может, неделю назад, канимайтом. И буквально через неделю образовались вот эти вот такие вот пятна. Это покусы клеща. Я думаю, сейчас заметно хорошо вот эти точки на листьях. И, соответственно, он такой, как пушок здесь. Не сложно, знаете, заметить. Естественно, приходится обрабатывать. Времени, как вы знаете, нет. Она огромная, метро, наверное. Ну, вот с меня ростом я стою. Где-то с меня ростом. Так вот, что хочу сказать. Именно из-за их габаритов, да, и отсутствия места, быть может, если с ними ростанут, не знаю, еще подумаю над этим. Может, на будущий год еще она зацветет. Им будет три года в следующем году. А ставят такие, в общем-то, границы, что где-то зацветают из семян к трьем годам. Вот это еще как-то такая более покомпактней стоит на столе. Но вот это вот вообще лошадь, лошадь, лошадью. Здесь у меня стоят цимбидиумы. Цимбидиумы, которые я покупала в Леруа, это гибридный цимб. Сейчас постараюсь показать чуть ближе его. У него две. Вон, еще одна. В общем-то, две он в том году вырастил, Бульба. И вот сейчас гонит еще одну. Это цимбидиум Сакура. Так и сидит в том горшке, в котором приехал от Мики. Я здесь его определила в ведерком пластиковое. Периодически поливаю, так понимаю, но он мне пока не цвел. И честно, я насчет вот этих двух цимбов склоняюсь, что я бы их продала. Если есть желающие, то пишите. Пишите в комментариях или, может, в ВКонтакте можете написать. Наверное, если найдутся желающие, то я продам. А так вот прям не задавалась целью, что вот выставлять, пост там делать, продавать. Ну, как-то вот если найдутся желающие, то я продам. Значит, им не судьба быть у меня, как говорится. Потому что они и место занимают, и цвести не цвели, и как-то я перегорела. Миниатюрный цимб я оставлю, а вот эти вот два, не знаю. Если найдутся желающие, то будет здорово. Здесь у меня Ларисона Биолара. Я хочу сказать, что она в этом году уже адаптировалась под мои условия. И вот здесь она, что виднеется, цветонос. Мы будем цвести. Я не сказала, что она рада. Конечно, всего один цветонос, но все же, это уже успех. У нее вот такие вот бульбы. Она довольно крупная растение. И, кстати говоря, по-моему, у нас еще проснулась почка. Вот она. Вообще классное растение. Я прям не нарадуюсь и с нетерпением жду распуска ее цветочков. И возвращаясь к моим орхидеям, которые растут у меня на стеллаже. Ну, конечно, это не все. Тут еще ниже есть. И какая-то часть сейчас химии обработана стоит. В общем-то, просыхает. Естественно, я и остальных буду обрабатывать. А от кого обрабатываю, вы спросите? А все от того же красного клеща. Противный гад. По-другому не скажу. Расплодился безумными темпами. Ну, вы знаете, потому что у меня возможности не было травить. И, ну, кое-как там бывало одного, другого, у кого прям обнаружил много. Ну, могу протравить. Ну, вот так массово я не травила. И, конечно, он расплодился. Он расплодился. И тут на котле и мне перешел. Вот, ну, на Сент-Андре и не было. И на Аскоцентре у него. А вот на котлеях, которые там вдалеке стоят, да, там он был обнаружен. И обнаружен он ниже пол, на полке вот. Опять же, вот с той стороны, как котлеи идут. Здесь он был буквально на всех. На всех. Сильнее всего пострадал Сога Вивьен. Вот осталось буквально четыре листика. Из них один растущий. И просто все поедено. Ну, к слову сказать, что значит поедено. Вот стоит фаленопсис. Он небольшого у меня размера. И вот вы видите, вот это точки такие на шее. Это я сняла такой, у него недоразвитый был маленький листик. Я сняла и решила посмотреть, ну, вот как же. Обработала. Думаю, посмотрю, что там под листиком. И в пазухах вот все, что вот это поедено, все было оранжевое. Все было полностью в клеще. То есть, сколько его еще там в пазухах остается, это одному Богу известно. И для примера хочу вот показать буквально несколько фаленопсисов. Как выглядит шея после атаки клеща. Когда прошло какое-то непродолжительное время. Я протравила растение. Вроде бы основную массу клеща я протравила. И, возможно, кто-то еще остался и будет плодиться. Для этого нужна многократность обработок. Ну, вот, к слову сказать, как выглядит эта шея после. Совершенно непрезентабельно, согласитесь. Внешний вид подпорчен. Это мягко сказано. Сейчас покажу еще на одном растении. Вот для примера тоже, видите. И там все покусано в пазухах. И здесь снаружи. Грибок, получается, садится на вот эти покусы. Ну, видно, то есть, как все это выглядит. Желтый шоколад еще был вот в начале года. Атаке подвергся тоже вот шея вот такая была. Но сейчас, слава богу, лист уже растет хороший. Сейчас я уже обработала его санмайтом. Вот на этом и на дендробиуме еще не было. Вот здесь сара голд на нем тоже уже есть. Вот здесь у меня блэксендра тоже уже. В общем-то, можно сказать, на всех уже есть клещи. И там вот у меня фаленопсисы. И как она называется-то? Оранжевыми цветами цветет. Ну, как так выбилось из головы вообще? Ирандопкин. Вот. Тоже там клещи. Он, естественно, в самых пазухах селится. Попробуй, называется. Его оттуда достань. И вроде бы я обрабатываю, да? Но он все равно проходит неделя. Я все равно его вижу не только, допустим, в самом центре розетки. Он еще и на листьях. И везде как будто бы он продолжает размножаться. И акарициды ему нипочем. Честно говоря, достал это мягко сказано. Здесь у меня моя кардата. И у нее, по-моему, сейчас покажу. Да, вот. Будет свистеть, стал расти такой небольшой чехол. Можно сказать так. Ну и помимо всего прочего, она сейчас растит. Новые росты. Здесь у меня на переднем плане Сент-Андре. Так изрядно уже выгорело. Но, тем не менее, когда поливаешь, аромат ее такой усиливается. Но с момента распуска он стал слабее, конечно. Он пахнет, да? Все там на всю комнату пахнет. Ну, на две комнаты уже его не хватает. Только если польешь, вот в эту ночь будет очень хорошо пахнуть. Наверху у меня тоже там решила поставить свои толстянки. И вот фаленопсисы, которые в закрытой системе, тоже очень. И, в принципе, он оттуда стал распространяться, этот клещ. И, в общем-то, видимо, сыпался на нижние ярусы. Поэтому пострадала следом вот эта полка. И менее досталась уже вот эта. Здесь, скажем так, меньше его. Намного меньше. Но, естественно, обрабатывать нужно всех. Даже где я не вижу, это не факт, что его там нет еще в пазухе. Он так жрет листья, они просто такие ужасные становятся, честно говоря. Ну, для примера покажу сейчас. Вот возьму фаленопсис какой-нибудь. Обычный вот у меня фаленопсис. Кстати, вот сажала его. Посмотрите, сколько корней заимел уже. Просто початок. Это моя посадка. Это не покупная. Племянник мне дарил ее без корней. И вот, смотрите, вот это все покусы. Его покусы, я думаю, хорошо видно. На свет особенно видно такие точечки. Весь лист в точках буквально. Как будто кто-то, знаете, кончиком пасты от ручки потыкал лист. Так, на первый взгляд кажется. Естественно, сразу это все вот так вот не становится заметно. Но начинаешь, первое, начинаешь уже замечать, когда его уже, конечно, много. Видно его и в пазухах. Вот так вот. Сколько его в самой глубине пазух, это вот одному богу известно. То, что на поверхности. Вот это, кстати, тоже болело. Этим клещом. Вроде как продравила. Но тоже листва не в идеальном состоянии. Здесь у меня, с другой стороны, располагается дендробиум. Ладигисиай. Он уже изрядно подрос. И дал, кстати, детку на одном из вот этих длинных ростов. Я ее уже отделила. Также обработала его, потому что на нем тоже был обнаружен клещ. Ну, в общем-то, вот здесь дендер тоже был обнаружен клещ. Растет. Так что в идеале делать несколько обработок. Ну, а там уже как получится. В идеале хотя бы там дня через пять сделать эти обработки. Но у меня не получается. И поэтому клещ орудует. Вот видите, солнышко припекало. И полинопсис немножечко пострадал. Вот. А новые листики хорошие растут. Пока что я обработала вот эту полку. И те, кто стоят выше. Частично еще взяла растение отсюда. Обработала и если получится, буду обрабатывать еще и завтра свои орхидейки. Ну и все. На этом буду закругляться. Благодарю вас всех за внимание. Я желаю вам никогда не сталкиваться с таким вредителем. А вообще рекомендую все растения, которые приходят к вам. Не важно из каких-то частных коллекций или от массовых каких-то поставщиков. Всегда обрабатывайте. Даже если не видно, лучше обработать. Мне как-то писали, что вы своими обработками вредите растениям. Да нет. Этот клещ, вот если не дай бог он заведется, он просто съедает растения. Вот у меня реально сога вивиан, она просто деградировала. У нее было, наверное, листьев 10. Ну, то есть 5 пар. Сейчас 2 пары листьев осталось. Шея голая. В общем-то, вообще непрезентабельный вид. И дай бог, если она не помрет. Потому что обработки эти, вода застаивается в пазухах. Так или иначе, бывает, где-то что-то подгониет. Но вот где-то что-то не просохнет. Понятное дело, все это просушить я не в силах. Под вентилятором такие массы растений. У меня просто тут такой ковардак, когда я начинаю вот это все опрыскивать. Естественно, я таскаю это все в ванную, потом назад, чтобы это просохло как-то более-менее на сквозничке. Но ручным как-то сушить не вариант. В общем, вот такие вот у меня дела. На этом буду закругляться. Рекомендую, еще раз скажу, обрабатывать все новые растения. В разумных пределах химия, она не вредна растению. Лучше попрофилактировать, знаете, чем потом бороться с этим вредителем. Вот занесла я как-то себе с одной из орхидей, и все. И по сей день мучаюсь. Иной раз мне кажется, что это вообще нереально его вывести. Ну, если бы, конечно, было два растения, то это другой момент. А когда так много, вручную снимать его не будешь. Вроде бы мою душем, потом химию обрабатываю. Ну, в общем-то, пока что борюсь. Так что все. Закругляюсь. Пока-пока.